всем привет продолжаем путешествовать узнавать что то новое сегодня я хочу вас познакомить с церкви которая находится в городе старая руса так называется храм во имя великомученика георгия победоносца я никогда не фотографировал в церквях в россии вот но здесь просто когда я первый раз зашел эту церковь она мне очень понравился я попросил разрешение на проведение фотосъемки своей непрофессионально конечно понятно и фотографирование в этом храме хотя общем фотографирование фотосъемка там запрещены но я попросил разрешение мне дали такое разрешение вот я хочу вам показать что я тут увидел я бы хотел показать вам внутреннее убранство церкви немножко рассказать о истории этой церкви а временем основания церкви георгий и церкви благовещения называя 1410 год бывшие некогда самостоятельной благовещенская церковь в ходе перестройки становится пределом георгиевского храма построены они архимандритом варламом благословения архиепископа велико новгородского иоанна второго по преданию на этом месте стала маленькая благовещенская церковь мало что сохранилось георгиевской церкви от древних лет только стены толстые неровные пережил храм года литовской и шведских разорений сильно обвешал к началу 18 века в 1740 году георгиевская церковь была частично разобрана и выстроенная заново на новом основании с благословения новгородского владыки амбросия благовещенский предел восстановили в 1782 году ну а предел это как пишет в википедии пристройка храму специальная выделенная часть основного здания обычно с южной или северной стороны для размещения дополнительного алтаря с престол для богослуживы так вот благовещенский предел восстановили в 1782 году при новгородском владыке гаврииле особенно много для украшения церкви было сделано в начале двадцатого века в 1905 церковь была сделана теплой а уже через год благовещенский предел перестроили архитектура храма проста четырехугольные основания на котором возвышается куб по размерам он в общем-то храм не велик с левой стороны прикреплен продолговато через четырехугольник благовещенского предела с небольшой апсидаю а апсида это как пишет вот википедии я нашел представляет собой алтарный выступ ориентированный на восток вместе с тем значение апсид может быть и иным утилитарным или декоративом католический храм уже в апсидах могли размещаться капалевая справочка такая стены снаружи разбиты на три части пилястрами которые были украшены разнообразными кирпичными узорами карнизами и колоннами обведены все окна крыша покрыта на четыре ската стены сложны по старинному как строил новгородский зодчий долговатый обожженный кирпич булыжник и плита я пользуюсь данными которые нашел в интернете после революции 17 года георгиевский храм практически не пострадал только с 35 метровой колокольни убрали главка но это верхняя часть правда после великой отечественной войны ее разобрали совсем надо было заново налаживать мирную жизнь острательных материалов катастрофически не хватало что же касается самого храма то его закрыли в 39 по решению ленинградского область полкова однако уже через два года осенью службы в георгиевской церкви возобновились когда же из оккупированной старой русы и выкупировали всех жителей храм начал приходить запустение зимой 45 года когда немцев уже прогнали высшим церковном здании открыли рабочее общежитие но к лету удалось отремонтировать и осветить благовеченский предел а через год и главный георгиевский престол здесь были собраны иконы спасенные из разоренных церквей города в 2010 году храму исполнилось 600 лет георгиевский храм теснейшим образом связан с русским писателем достоевским это был приходской храм для семьи достоевский главной святыни храма является чудотворная икона богородица старорусская получившие название завидался младенец это одна из знаменитых богородичных икон особо почитаемых русской православной церкви и связанных именно с новгородской землей согласно преданию икона была повезена в старую русу в конце 10 века монахами из греческого города альвеополя начало творения и чудес связано со временем ивана грозного в 1570 году для избавления от смертоносной эпидемии чумы икону отдали в тихин где она находилась долгое время и тихинцы не отдавали икону почти три столетия икона находилась в тихинском плену только в 1888 году благодаря вмешательству великого князя владимира александровича по распоряжении синода чтимую старорусскую икону торжественно перенесли в старую русу в августе 41 во время оккупации икона исчезла и до сих пор не найдено сейчас георгиевской церкви находится особо почитаемый список чудотворной иконы божьей матери старорусской список в иконописи икона представляющий собой воспроизведение почитаемой иконы в отличие от копии иконы список в точности не воспроизводит оригинал также копия иконы может называться точным списком справочка главный храмовый образ великомученика георгия победоносца в житии располагается нижнем ярусе иконостаса слева это единственная икона оставшиеся со времен основания церкви сейчас взамен выведены в сорок третьем году икон греческого письма в иконостасе стоят иконы из других храмов отреставрированных 1980-е годы новиковым пророки праздники де иисус разновременные местные образа здесь же находится удивительно по технике выполнена икона в иконе свято чтимая икона царьградской богоматери сохранилось предание что в давние времена два греческих монаха из царьграда были проездом старой руси и служили соборной церкви божественную литургию на память о своем пребывании они оставили соборе миниатюрную икону божьей матери выбитую на грифельной доске по другому преданию образ царьградской богоматери подарил константинопольский патриарх одной старорусской женщины возвращавшийся из иерусалима домой через царьград она же передала данную икону собор для всеобщего поклонения около иконы в прежние годы стояла чаша со святой водой освещенной через погружение в ее маленького броска богородицы эта вода облегчала болезнь кстати сама икона царьградской божьей матери особенно помогает при молитвах за младенца стенопись георгиевской и благовещенской церквей исполнены по штукатурке в технике масляной живописи неоднократно переписывалась действительно очень красиво красивейшие церкви давно я бывал таких интересных красивых церквях я стараюсь вообще и фотографировать не снимать в российских русских точнее церквях но вот мне дали разрешение и я пофотографировал там очень интересно конечно это вот от церкви святого георгия юрий вот такая знаете заходишь в церковь некоторую и чувствуешь это вот твое такое твое ну что я могу сказать вот наверное все посмотрите что находится внутри конечно здесь находится огромное количество икон красивейших икон огромный иконостас мощевик который содержит частицы мощей 17 святых скульптурное изображение преподобного нила столобенского прекрасная потолочная роспись благовещенского предела икона рождества богородицы икона георгия победоносца целитель пантелеймона икона всех скорбящих радость иконы божьей матери казанская икона богородицы смоленская икона божьей матери знамения икона достойные есть икона богоматери царь городская ну и так далее действительно тут много очень интересного на что можно посмотреть икона покрова божьей матери икона божьей матери владимирской церковь конечно замечательная на меня произвела впечатление церковь чувствуется намоленное место стараюсь еще сделать несколько сюжетов отдельно по разным иконам которые находятся в этой церкви все всем пока всем привет до свидания смотрим что у нас находится внутри все я прочитал что я нашел в интернете и в маленьком описании которая купил старой руси все всем пока всем привет сегодня мы смотрели что находится внутри храма во имя великого ученика георгия победоносца пока пока до свидания которая находится в городе старая руса пока пока а 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 м а а а а в ар